приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам ответы разработчиков снова был открытый микрофон на котором один разработчик отвечал второй не пришел какие планы на укрепы и боевой поход клановые движухи пересматриваются разработчики думают как это дело развивать улучшать как сделать все привлекательным для рандома боевой поход переделать не будут и до конца месяца разработчики что-то нам анонсируют с этими самыми видимо кланами сколько я помню танки всю жизнь клановые движухи пересматриваются каждый год они пересматриваются 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 и никак пересмотреться до сих пор не могут какой-то там вопрос про лампочку непонятный про будущее мира танков про лампочку какого-то там спроса на это нет прорабатывается вариант обновления гайдиков обучающего материала почему она так работает и пока что разработчики не знают в каком она виде будет не сильно понятное описание на тут про лампочки как будто бы половина текста не хватает планируется ли килком готовится возможность просмотра брони и машины в целом может быть туда будет включена такое но не уверен очень много лет назад обещали добавить в игру возможность просматривать броню я думаю что это очень надо особенно для тех кто модами не пользуются особо там стримером не смотрят я думаю они бы хотели посмотреть куда они там стреляют куда целится также разработчики ответили что на данный момент развитие выше 11 уровня на это планов нет но еще 11 уровень никуда не развили я думаю они пока что заняты этим будет ли режим футбол в ближайшее время нет в будущем может быть планируется ли улучшение графики погодных эффектов сделать прям красиво и эффектно можем но не хотим чтобы это убило игру для некоторых игроков на слабом железе открою секретик есть люди которые до сих пор играют на windows xp с вытекающим по железу на данный момент новые карты делаются тоже камчатка ребята заняты но техническая часть как таковая не останавливается и развивается но я не знаю зачем равняться на челиков которые на windows xp играют может быть пора им уже переходить куда-то на что-то более актуальное неужели их так много что стоит на них так сильно фокусироваться видимо их реально много хотя не знаю как у них там на windows xp что-то работает если windows xp уже давно не поддерживаются вообще никак гидропневоподвеска глючит когда фикс или хотя бы верните все обратно этот вопрос активно прорабатывается остается ждать фикса странно сами поломали теперь ждем сами себе придумали работу подождем продажа кастомизации будет или нет на данный момент не планируется тогда может добавить хотя бы фильтры вариант хороший пишите в предложении но на мой взгляд уже там не знаю что можно предлагать если всем абсолютно известные разработчики миллион раз отвечали что там все плохо в этих всех кастомизации и там просто кучей все эти стиле валяются невозможно ничего найти даже 3d стиле среди 2d стиле искать это вообще очень интересно но тут оказывается еще предлагать что-то надо мне кажется заглянуть надо в игру свою но ощущение что игра делается путем того где больше панели то и начинаем делать и дальше еще мы в этом убедимся можно ли будет получить елси evan 90 также еще вопрос можно ли будет получить ebr 75 это колесная лтшка французская тоже прям танк на данный момент этот танк выведен из продажи потому что на него жалуются игроки их слишком много когда-нибудь может вернется когда что-то изменится с ебером то же самое вот видите как все работает куда панели то и поделалось если какой-то танчик многих бесит его перестают продавать если где-то что-то там много люди жалуются это дорабатывается если не жалуются она и остается в недоделанном виде самим разработчикам особо энтузиазма что-то делать нет посмотреть на игру и сделать выводы что ей надо такого чет не наблюдается будет ли развиваться ваффентрагер ваффентрагер у нас только возвращается все уже поняли думаю так или иначе он будет развиваться каждый год ваффентрагер возвращается возвращается потом был перерыв и опять он возвращается будет ли добавлен тесак в игру у нас вроде игра не про кухонную утварь я так понимаю это чехословацкая лт-шка с автопулеметами который видимо разрывает рандом на ю но это не точно у него еще и две пушки прицел прилипает к стенам задирание пушки будет ли фикс особенность движка совет играть серверным прицелом один из зрителей у нас шуша играет серверным прицелом и говорит чтоб все равно камеру колбасит задирает и так далее смысл тогда играть серверным прицелом если это все равно не пропадает видите ли это особенность движка ну замечательно легче только от этого не становится видимо терпим дальше но у меня тогда вопрос а зачем если камера вот такая на некоторых картах допустим затерянный город по центру ставить какие-то там крыши настройки которые мешают камере которые так плохо себя чувствуют что добавляет еще большего дискомфорта следующий вопрос когда баланс на картах будет вон тот куст мешает ответ карты которые изначально не зеркальные зеркалить не будем это убьет саму игру сами карты если мы видим проблемные места то мы стараемся это исправить я конечно в шоке от этих очумелых ручек поскольку исправление от этих исправляторов просто хуже даже чем было взять ту же самую карту линиям энергейма или монастырь или новые карты которые они выпустили камчатка и сталинград это же просто карты рукалицо даже старые карты которые были самые плохие они не такие плохие как вот это уже 44 карты а в черный список мы можем добавить только две а плохих карт становится все больше поскольку каждая следующая пробивает новое днище в области плохих карт топография когда будет развитие точно не в ближайшее время клоны танков сколько можно на данный момент танки дубликаты эта техника привязана к какому-то определенному событию либо что-то прямо такое больше памятная награда на популярные машины люди реагируют позитивно тот же марс особой проблемы в этом не видим ну вот очередной раз из-за того что игроки вот здесь не жалуются и с радостью это кушают еще и деньги за это заносят проблемы в этом никакой нет но по факту из-за того что есть копии танков и добавляют в коробке то вам же самим приходится на один танк выбивать больше из этих самых коробок и при этом при всем вам это нравится а разработчикам не может это не нравится поскольку это просто дополнительный прям танк на ровном месте который до нарисовали там в каком-то стиле но по сути это просто стиль который должен продаваться отдельно а сам прям танк должен быть один на который ты либо надеваешь этот стиль либо нет но танкистам нравится платить за копии поэтому видимо мы продолжим платить за копии но то что у танкистов какие-то странности в голове ну это очевидно отмычки негативные впечатления много неудач негатив от отмычек был лично я этого негатива не понял можно было получить 500 отмычек мы проверяли шансы все хорошо была бесплатная возможность открыть контейнеры без вложения денег тренировочная комната на одного игрока планируется на данный момент нет ждем ли мы вообще аниме идет битва между любителями аниме и не любителями аниме сейчас смотрим на последнюю коллабу в мире кораблей бесконечное лето будем следить как зайдет игрокам и возможно рассмотрим у себя я думаю чем дальше тем больше вероятность что такое в танках появится да и у нас уже был танчик с экипажем и озвучкой аниме я не так давно стримил на этом танке ну озвучка реально смешная я поржал хотя бы на один раз поржать это прикольно но в игре уже столько фантастики которая легко выключается в настройка галочкой показывать только исторические там камуфляже и так далее что я думаю разрабы найдут место куда запихнуть очередной донат анимешный там не анимешный любой главное чтобы это сильно не бесило работяг за которых переживает юша и тогда впихнут любое и копию прим танков запихнут и аниме запихнут и копию аниме прим танков запихнут все запихают если работяги ни на что не будет жаловаться им на лопате вынесут любое в магазин и покупать лимонады наша игра в республике беларусь будет следите за новостями некоторые говорили что она на вкус не очень но там типа вот голда под крышечкой я не видел не покупал это и не пробовал если кто-то пробовал напишите в комментариях чё оно вообще такое нерв вилк будет пока еще рано про это говорить следим за ситуацией с ними я думаю еще многие не получили это она уже нервится это конечно будет печально тем более что танчик вроде как сложно реализуемый льготные танки будут плюс изменения тетаха льгота до обычного со снятием его статуса льготы в продаже не планируются они делают балансировщику больно менять их так чтобы снять льготный статус пока что не будем но там многие льготные танки просто мертвые тот же самый фцм угробили полностью и менять это все не будут конечно печально хотя когда-то это был мой любимый танк нерв бабахи или их ограничения по статистике они не выбиваются они в балансе но тут а история которую нам повторяют каждый раз про то что эти танчики в балансе я бы сказал что эти танчики не адекватные и токсичные а вот про баланс чё говорить если на них сложно играть имбовость танка и токсичность это не всегда одно и то же зал славы что с ним он сломался не самая приоритетная вещь все еще работаем очевидно что зал славы не приоритетная вещь ведь сейчас у нас игра идет в сторону казуальную для мужичков для работяг которые сработки пришли им она нахрен не надо вот купить копию танка или на бабахи поиграть с жпт это нам надо а какая там у нас средуха статистика это вообще насрать главное один раз бахнуть на все лицо кому-то и вечер удался но это же очевидно я вообще не удивлюсь если они сами отрубили этот зал славы поскольку нафиг он вообще работает лишняя какая-то хрень которая только зря работает штурм сау какие продвижения сейчас тестируем пробуем разные варианты какой год уже пытаются всунуть эти штурм сау которые я считаю что не нужны поскольку а зачем танки которые в ближнем бою через укрытие убивают тяжи экипаж 20 будет так или иначе развивать систему экипажа мы хотим подробности пока нет но экипажи потихоньку вроде как обещали по кусочку добавлять но вроде как эта тема в немного приостановилась официальный мод по когда-то планировался будет про такую сущность вообще первый раз слышу таких планов нет на этом мне кажется еще прошлые разработчики что-то там планировали какие-то разрешенные моды или что-то типа того но видимо все планирование распланировалось будет ли смена ангаров планируется но не в таком формате как в кораблях определенный ангар со своими плюшками но все сейчас будем донатить на всякие свистопляски в ангаре это нам надо до работе и вот такие вот ответы разработчиков если где-то не поныть не пожаловаться или не предложить то ничего не доработается и продолжат нас кормить копиями вот такие вот дела пишите свое мнение в комментариях сам был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока